И следующий поединок, следующий поединок, не менее звездные участники, Мелвин Малхов, голландец, по прозвищу «Нет пощады». Посмотрим, посмотрим, что это значит. Метр семьдесят три ростом, девяносто три килограмма. Видите, почти на 20 сантиметров, даже больше, на 23 сантиметра ниже, чем у Аристарови Рим. А весит столько же, то есть можно ожидать, что когда он снимет свою вот эту курточку, дождевичок, можно ожидать увидеть такого вполне накачанного бойца. Очень неплохой у него рекорд на 2007 год в области боев без правил, я говорю сейчас. Хотя у него профилирующий стиль тай-кикбокса, из тай-кикбокса он в бои без правил перешел. Но уже к настоящему моменту у него 23 поединка, 18 побед, всего 4 поражения. Очень-очень неплохо. Но справедливости ради, скажем, что среди его соперников звезд первой величины почти не было. Исключение составляет только, пожалуй, сегодняшний соперник, который не спеша, солидно, с надписью «Кана на груди» появляется в зале. Это наш старый друг Боб Шрайбер. Ну, мы видели, каких только поединков его мы не видели. И по кикбоксу, и по тайбоксу, и по кёкушину. Но все его любят за его поединки по боям без правил. Потому что, как бы бой не происходил, каким бы результатом, точнее, он не заканчивался, но бой будет происходить всегда очень зрелищно. Можно ждать напор, агрессию, зачастую фонтаны крови. И зрители это любят. И Боб Шрайбер дает им это по полной. Остановить этого БК практически непонятно как. Мы видели, конечно, поединок, когда он проигрывал. Как правило, проигрывает он все-таки от борцовских приемов. Мы видели, как ему сделали рычаг колена. Мы видели, как ему делали рычаг руки. А вот свалить его ударом – это большая-большая сложность. Хотя были такие случаи. Но все-таки, вот он прям, какая-то нечеловеческая живучесть. Мы видели, как он пропускает. Это сплошь и рядом. Но чтобы после удара пропущено он не встал. Даже те бои, которые я помню, он проигрывал нокаутом. Он все равно пытался встать, вы знаете, в лучших традициях таких боевиков. Мы видим, что в углу Мэлвин Малхофа Чакурики Джим. Эмблема выводит его. Видимо, тренер из этого клуба. Хотя у меня другая информация. Вот видим, вот Том Харинг стоит. Тоже наш знакомый, которого, кстати, совсем недавно мы видели в Москву. Приезжал он своим учеником. Для матча встречи России против всего мира выставлял против Александра Устинова. Удалось с ним пообщаться. Знаете, очень милый человек в общении. Очень уважительно относительно вообще русской школы, русских бойцов отзывался. Но сейчас, конечно, не о нем. Так вот, у меня немножко другая информация. Как ни странно, Мэлвин Манхоф в настоящее время представляет уже не Чакурики Джим. Майк Джим – это его друг и тренер, может быть, отделился от Чакурики. Но вот на тот момент Чакурики. А Чакурики Джим – старейший в Голландии клуб по единоборствам. Самый первый он открылся еще до Миджира, тем более до Голден Глори. Отличается тем, что очень хорошо ставят ударную технику. Кёкушиновцы, и тайбоксеры – огромное количество. Три чемпиона мира по Ки-уан воспитаны в Чакурики Джим. Все-таки, как клуб, где готовят бойцов без правил, такого нет имиджа у Чакурики. Но, кстати говоря, то, что я говорил, что можно ожидать накачанного парня. Так и есть. Мэлвин Манхоф, смотрите, Боб Шайбер – не очень высокий боец. Но Манхоф еще на полглавы ниже и очень атлетически сложен. Но посмотрим. Мы видим, хорошо лоу-кик наносит, хорошо бьет рукой. Как я и ожидал, будет ставку делать на ударную технику. Манхоф сам в прошлом, он кик-тайбоксер, практически работает как ударник. И, похоже, ведь попал. Очень-очень интересно видеть. Смотрите, вот, к сожалению, закрыл судья, я так и не понял, от удара ли упал Шайбер, или, похоже, все-таки от удара, потому что явно он не восстановился и плывет. Ох, как хорошо бьет Манхоф, очень хорошо бьет. В лучших традициях клуба Чакурики. И руками, ногами, и комбинирует. И дистанцию не дает сближаться к Шрайберу. Вот то, что говорил о Шрайбере, вот то и далицо. Вот явно он уже пробит, явно он плывет, явно ему досталось, хорошо, уже на полу оказался. Но он не сдастся. Такого можно только, как, ну, не знаю, пуля остановит. В бессознательном состоянии. А ведь сейчас выправить ситуацию, я, ну, почти уверен в этом. Сделал выводы, пытается сблизиться, пытается влезть в клинч, перейти к борцовской технике. Не удалось ему пока это. Выпала капа, якобы. Но, скорее всего, он, конечно, выплюнул ее. Знаете, ну, не знаю, не знаю. Пока я вот даже наблюдаю вот это избиение со стороны Манхоффа, Шрайбера. Я вот все равно даже сейчас не могу точно сказать, выиграет бой Манхофф или нет. От Шрайбера можно ожидать чего угодно. За это и любят его. Вот он, спиной вниз, затылком вверх. Ну, совершенно проигрышная позиция. Сейчас, смотрите, что происходит. Ну, не знаю. Взял ногу, сейчас ведь сделает болевой на ахилл, ущемление ахилла. И все. Вполне может быть. Стоит на коленях. Практически чисто удары. Как в мешок работает Манхофф. И все равно Шрайбер встает. Воплощение бойцовского духа. Похоже, Манхофф устал бить-то. Вообще перестал бить. И, по-моему, в такой ситуации уже не Шрайбер обескуражен, а Манхофф как раз. Потому что он просто не понимает, как это может быть. Он столько чистых ударов в голову, столько чистых лоу-киков. На полу он, еще раз говорю, был в Шрайбер. И по затылку ему били там. И уже в выигрышной позиции Шрайбер. А тут он как бультерьер. Вот знаете, если он оказался в выигрышной позиции, он уже не выпустит. Он уже не выпустит. И тут может казаться недостаток Манхоффа в работе в такой позиции. Потому что это очень сложно. Все, технический нокаут. Вот, друзья мои. Друзья мои. Ну, я уже видел подобного рода бои в исполнении Шрайбера. Но сегодняшний бой, еще один бой в эту коллекцию золотую. Просто, просто поразительно. Большим удовольствием бы посмотрел еще сейчас раз с вами. И при возможности обязательно пересмотрю. Потому что, ну, просто нет слов. Совершенно. Ведь какое бескураживающее начало. Нокдаун. Полностью разрушенная защита. Просто разрушенная защита. Каким-то образом выстоял. Вытерпел. Переломил ход. Причем грамотно переломил. Попытался еще раз, напомню, сначала влезть в клинч, в борцовскую работу. Не удалось в первую раз. Еще раз не удалось. На третий раз все-таки удалось. Причем оказался на полу сам в проигрышной ситуации. Но он еще плыл, еще не восстановился тогда. Но на четвертый раз все-таки он, по-моему, был зацеп. Свалил он на спину Манхофа. Ну и тут уже Манхоф просто не знал, что делать. Похоже, у него просто нет никакого наработки в работе в такой позиции. А Шрайбер вот в такой позиции, как мы сейчас видим, где он сверху, как мельница, лопастями, молотит руками по лежащему сопернику, мы видели неоднократно. Вот один раз такой позиции Шрайбер проиграл, когда он увлекся атакой, находясь сверху. И тот, кто находился на полу, смог перевернуться на бок, взять ногу на болевой на колено сделал. Узел колена, по-моему. Но это надо иметь очень хороший, конечно, опыт борцовский и не потеряться. И по большому счету, мне кажется, Манхоф чисто психологически проиграл чуть раньше. В тот момент, когда после длительной серии, которую он чисто провел в голову Шрайбера, и тот не упал, просто Манхоф потерял уверенность в своих силах. Он просто не знал, как действовать дальше. Он не верил, что этого соперника можно победить. На этом, дорогие друзья, мы завершаем очередную программу из нашего цикла. Нас с вами ждет еще одна встреча, еще одна программа, посвященная Simple The Best номер 6, организованной промоутерской компании To Hot To Handle. С вами в студии, как обычно, был Константин Белый. Всего доброго, до следующих встреч. Продолжение следует...